Всем-всем любителям прекрасного, всем огромный привет! Здесь у меня вот на гобеленовой подушечке лежат рубины. Рубины это драгоценные камни. Они известны очень-очень давно, еще до нашей эры. Рубины это корунды, красные рубины, а синие корунды это сапфиры. Это драгоценные камни. По шкале твердости они на втором месте после алмазов. Вот здесь у меня, конечно, не такие драгоценные камни, которые приравниваются по своей стоимости к алмазам. Это, конечно, более носибельные варианты. Но, тем не менее, я думаю, что они несут какую-то энергетическую ценность, такую же, как и природные корунды и рубины. Эти камни, они имеют способность усиливать наши врожденные таланты, которые дадены нам от рождения. И они противопоказаны агрессивным людям, потому что могут усилить вот эту именно агрессию. А если мы люди, человеколюбивые, добрые, то у нас усилится это качество. Ну и, соответственно, так далее. Если есть склонности к рисованию, усилится этот дар к врачеванию, усилится дар врачевания и так далее. Камень лечебный, литотерапевтами он использовался и как порошок с лечебными целями. Вот. Ну, я вот, знаете, когда я показываю свои камни, я не хочу рассказывать о них с точки зрения гемолога, с точки зрения астролога или литотерапевта, потому что мы же ничего этого не знаем, да. Я лишь только хочу вот рассказать о своих ощущениях, которые я испытываю, когда ношу эти вещи. И в то же время я, конечно же, читаю об этих камнях. Вот. Но знать достоверно мы ничего не можем, потому что наука – это такая вещь противоречивая. Вот. Разжигает любовную страсть, укрепляет семью. Ну, да, хочется верить. И вот я на своём жизненном опыте знаю, что когда женщина любит камни, когда женщина умеет их носить, то, как правило, у неё в семье всё более-менее благополучно. Её любит муж. Я ещё помню давно-давно-давно, когда мама привезла мне интересные такие украшения, я всё нацепила на себя и пошла в институт. Я уже была замужем на тот момент, и один одногруппник говорит, вот такой должна быть женщина. Но моему мужу это не очень понравилось, но он тоже согласен был с ним, что женщина должна быть вот такой. А я надела всё красивое и сразу. Это были серьги, кулон, брошка и заколка. Это всё вот было ювелирного такого качества. И, в общем, вот так я поразила одногруппников на тот момент. Вот. И вот мои серёжки рубиновые, которые я сейчас покажу на себе поближе. Вот. Это у меня произведение нашего ювелира, который сделал мне их на заказ, но сделал на своё усмотрение. То есть я видела только камни и ему сказала, делай, как считаешь нужным. Ну и, в общем-то, когда он мне делает на своё усмотрение, я всегда довольна. Он мне заявил, что это природные рубины. Я их не проверяла, но, может быть, и проверю. И если это будут не природные рубины, претензий у меня к нему не будет, потому что серьги очень красивые, очень нарядные. Сейчас я вам покажу их на себе. Я ношу их вот с этим кольцом. Это тоже делал наш ювелир. Но это были у меня серьги Московского ювелирного завода. И я вот их переделала на серёжки. И также я их ношу с бусами рубиновыми. Сейчас я покажу их на себе. Вот эти рубиновые бусы были на мне. Они на серебряной застёжке. Они не дешёвые, эти бусы. Вот поближе мои изделия. Вот насколько они разные. Это тоже с небольшими рубинчиками колечко. Любимый рубиновый комплект. Это вот такие вот серёжки и кольцо. Я не знаю, рубины это или нет, но продавец в салоне сказала мне, что это рубины индийские, звёздчатые. Возможно, возможно. Мне этот набор очень нравится. Тоже сейчас покажу вам его на себе. Здесь, вы знаете, камень, вот сейчас в камере он синий. А на самом деле, вот когда смотришь без вот этого освещения, он такой несколько фиолетовый. У меня всё это с подушечки куда-то стремится вниз. Сейчас посмотрите на мне этот камень. У меня вот в этой шкатулочке, вы скажете, почему зелёное? Это цаизит и вкрапление рубина в цаизите. Вот этот камень анеолит. Он открыт в 1954 году. Вот именно с вкраплениями рубина. А вообще, вообще, этот камень открыт в 1805 году. Он есть прозрачный такой зелёный, его называют танзанит. Вот. А вот этот вот рубин в цаизите или цаизит с рубиновыми вкраплениями. Видите, вот он не такой дорогой, как танзанит, но тоже по-своему интересный. Тоже обладает лечебными свойствами, так же, как и обычный рубин. Рубин укрепляет память, тонизирует, лечит психические расстройства, сердечно-сосудистую систему. Видите, вот какие интересные вкрапления рубина. Этот комплектик я тоже покажу на себе. Ещё вот у меня есть вот такие вот серёжки. Рубин в цаизите. Здесь рубин и здесь тоже цаизит с рубиновыми включениями. Очень интересный камень. Обратите внимание, тоже я не хочу затягивать этот обзор. У меня лишь вот желание показать то, что есть у меня. А уже кто заинтересуется, вы можете сами посмотреть. Сейчас очень много литературы. У меня у самой есть книга о драгоценных камнях, причём несколько книг. У меня постоянно кто-то просит их почитать, и я даю их почитать. Вот. Когда-то возвращают, когда-то нет. Я покупаю новые книги и читаю их. Вот. Ну, просто вот я не столько хочу затягивать видео тем, что я могу это всё читать и рассказывать. У меня всё это есть. Информация о рубинах, как они усиливают наши способности. Ну, вот единственное, вот все литотерапевты отмечают, что лечат хронический танзелит. Вот. Хронический танзелит – это проблема века. Поэтому, пожалуйста, рубиновые бусы. Вот. Будем перемежать. Сердолик лечит щитовидную. Янтарь тоже. Янтарь обезболивает. В общем, сегодня рубиновые, завтра янтарные, послезавтра сердоликовые бусы и так далее. Но единственное, конечно, камни нас украшают, лечат, облагораживают. И основная масса камней, и лабрадор, и рубин, они нормализуют семейную нашу жизнь. Сейчас я покажу вам рубин в цаизите на себе. Что у меня ещё осталось здесь? Есть у меня вот такой интересный кулон. Посмотрите, какой он интересный. Это кулон с цитрином, но подвески у него сделаны рубиновые. Сложно здесь передать камень. Он такой, знаете, и в меру прозрачный, и в меру непрозрачный этот камень. Ну, красивая подвеска. Она, эта подвеска, не дешёвая. Мне её подруга подарила. Она специально для меня купила её у турецких мастеров, когда отдыхала там на побережье. И вот привезла мне эту роскошную, я бы сказала, вот такую роскошную подвеску. Конечно, это просто прелесть. Вот, есть у меня вот такой ещё комплект. Я уже примерять его не буду. Сейчас у меня на руке вот от этого комплекта насыщенный рубин. Он, знаете, он вишнёвый, вот этот рубин. Вот, но я когда ношу вещи, я не стремлюсь, чтобы вот у меня, знаете, камень был, один другому соответствовал, да. И у меня вот эта вот подвеска, она отличается от камня на кольце. Но, тем не менее, я это ношу. Вот, можно этот камень носить сам по себе, не комплектовать серёжками. Серёжки у меня с подвеской подходят друг к другу. Это Индия. Я вот хотела переделать эту петлю, потом передумала, потому что хочется купить другую, пожалуйста. А эти пусть будут такими. Здесь, когда ювелир это делал, я думаю, он продумывал. Потому что, знаете, они очень тонко сделаны. Они в серебре 925-й пробы, эти серьги. Тонко сделаны, хороший, интересный здесь такой рубин. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Рубин ли он, синтетический ли он рубин. Но это всё-таки рубин. Особенно, конечно, мой вот этот любимый комплект. Чёрно-синий-красный. Рубин не рубин, сапфир не сапфир. Я положила вот сюда и этот кулон. Здесь тоже по центру стоит рубин. Наверное, синтетический. Хотя, производитель мне заявлял этот кулон как натуральные камни. Кулон, конечно, красивый. Вот с обратной стороны, насколько он интересный. Он опробирован. Это серебро. Кулон тяжёлый. И, видите, его можно комплектовать с чем угодно. Вот эти серьги у меня. Это Свердловский ювелирный завод. Здесь синтетический рубинчик стоит. Когда-то я любила эти вещи и носила их. Сейчас, конечно, нет. Но оставила на память. Они, знаете, идеальные, без износа. А вдруг у меня будет маленькая внучечка, которая захочет поносить вот эти вот серёжечки. Ну вот и всё. Ещё есть у меня колечечко небольшое. Где-то я его не нашла. Там сочетание сапфиров, рубинов и изумрудиков. Маленькое такое кольцо. Вот. Ну, оно, я не думаю, что прям достойно настолько внимания. Ну, всегда вот, когда провожу обзор, что-то забываю. Ну, вот посмотрите, как вот эти камни смотрятся. Вот этот мой любимый, любимый комплект. Покупайте, носите рубины. Почему сюда вот эти бусы я положила? Когда-то я их тоже комплектовала с чем-то из своих рубинов. Ну, это фианиты. Фианиты на серебряной застёжке, тоже Индия. Вот интересные, конечно, вещи. Вот. Всем рубинового настроения, подъёма энергии, подъёма иммунитета, защитных свойств организма, счастья в любви, счастья в семейной жизни, в воспитании наших детей. Всем удачи!